Всех приветствую. Я думаю, уже сейчас у всех по московскому времени 18.00, по крайней мере, на моих часах сейчас именно так. И именно поэтому мы начинаем с вами эссе, сочинение с элементами рассуждения. Я постараюсь все, что могу вам озвучить по этому аспекту, все вам скажу. И мы с вами, собственно, как бы начинаем. Так, коллеги, да, зарядочка у нас немножечко здесь сломалась. Сейчас я постараюсь ставить, а иначе у меня просто компьютер не сможет вам вещать. Итак, сочинение. Еще раз хочу сказать, что сочинение на экзамен ЭГМ, по другими словами, коллеги, всех приветствую, всем добрый вечер. По-другому это задание С2, С1 это письмо, С2 это сочинение с элементами рассуждения. Всем-всем добрый вечер. То есть это у нас правильно сказать рассуждение с элементами рассуждения, да, письменное высказывание с элементами рассуждения. С1 это письмо, С2 это письменное высказывание с элементами рассуждения, где надо обязательно высказать свое личное мнение. Всем-всем добрый вечер, всех приветствую, присоединяйтесь к нам. То есть поэтому другими словами у нас это называется opinion essay, да, эссе с элементами высказывания своего мнения. Правильно оно называется задание С2. Что такое, с чем оно отличается от того, что, собственно, было раньше. Надо, коллеги, внимание, очень четко и ясно представить именно личное мнение по проблеме. Плюс подтвердить свое мнение, аргументацией и примерами. В отдельном обязательно параграфе, коллеги, представить противоположную точку зрения. Дальше, в отдельном абзаце не согласиться и показать, что точка это зрение не убедительна. Я специально сегодня попросила, и я покажу вам примеры коллег, где не совсем правильно представлен именно четвертый абзац, контраргумент. Я говорила, что о том, что сегодня у нас будет практическое занятие. Далее, мнение автора должно быть, это очень четко и правильно прописано, представлено в начале второго абзаца. А еще перефразировано в выводе. Это очень важно. То есть, ваша точка зрения, коллеги, присоединяйтесь к нам, всех приветствую. Мы говорим об эссе, говорим, как правильно структурировать эссе. Будем сейчас разбирать практические задания тех коллег, которые мне представили эссе своих учеников. Я еще раз говорю, в чем ошибки чаще всего встречаются. Чаще всего встречаются ошибки именно высказывания своего мнения в контраргументах и не умеют представить свое мнение именно в последнем абзаце. И не всегда точно получается, к сожалению, сделать перефраз. Не всегда точно получается сделать перефраз. Итак, коллеги, внимание, очень важный вопрос. Итак, мы делаем с вами план. Стандартный план эссе. Вот он у нас вроде бы такой простой. State the problem. Установите проблему. Express your personal opinion. Выразите вашу точку зрения. And give reasons for it. Обращаю внимание с точки зрения фонетики. Если у нас слово заканчивается на are, дальше идет гласное, то обязательно for it. Третий параграф у нас, третий абзац. Это мнение других людей. Напоминаю, коллеги, что лучше с одним аргументом. Disagree or and explain why they are no errant. Да? Не согласитесь или объясните, почему они не правы. Контр-аргумент. И, безусловно, последний параграф – это так называемый conclusion. Пять традиционных у нас пунктов с другой стороны, параграфов. Как хотите, называйте их. Пять. Ни в коем случае, Гузель. Сейчас мы все с вами по полочкам разберем. У нас будет с вами слайд с отличным. Я говорю, у меня за эти две недели много очень коллег, которые пытались проконсультироваться по поводу эссе. Первый пункт – это перефраз. Коллеги, всем добрый вечер. Начинаем. Перефраз. Второй пункт. Перефраз. Вам надо здесь сказать, что да, эта проблема актуальна. Some people suppose or some people think, some people consider, others suppose, assure. И вы говорите проблему. Какая проблему вам надо рассмотреть? Второй пункт – ваша точка зрения. Третий пункт – мнение других людей. Внимание, коллеги. С одним аргументом. Только именно с одним аргументом. Потому что в четвертом абзаце вам надо будет делать мнение других людей, контраргумент на то, что вы сделали в третьем абзаце. Контраргумент, что вы сделали в третьем абзаце. Пятое – заключение с подтверждением вашей позиции. Екатерина, безусловно, презентация, она не будет, запись будет доступна. Я думаю, правильно сказать, запись будет доступна. Презентация с материалами будет доступна чуть позже. Итак, мы идем с вами чуть позже, чуть дальше, вернее. Смотрите, коллеги, очень важный аспект. Мы сразу придем с вами к перефразу. Что-то у меня слайды переключились. Внимание. Сейчас, минуточку. Смотрите, коллеги, еще раз всем напоминаю. Чтобы сделать перефраз, мы должны использовать или изменение двух-трех лексических оборотов или, и или там стоит, двух-трех грамматических оборотов. То есть вы должны устойчиво посмотреть и посмотреть, я сегодня покажу вам, как это делать, на практике. Следующий абзац, то есть, соответственно, третий, вы должны начинать. С чего? Мнение других людей. Какие устойчивые оборота. То есть, наиболее устойчивый оборот, я вам сказала, возьмите третий. Nevertheless, some people hold a different opinion on this issue. Отличный оборот. Вот из всех, которые у вас на слайде, коллеги, наиболее практичные, которые требуют у нас здесь употребления, это nevertheless, some people hold a different opinion on this issue. Отличный, между прочим, и здесь и четвертый неплохой, я сейчас просто смотрю уже, да, они клейм утверждают, здесь не будет как клейм, как жалкоться, they claim that. Some people oppose this viewpoint. То, что вы привели в втором абзаце, как опровержение, идет в третьем абзаце. Some people oppose this viewpoint, they claim that. Отличный оборот для, внимание, контраргументов, которые были даны во втором абзаце. Очень важно в целом, если мы с вами говорим про эссе, да, то есть это еще раз я напоминаю, письменное высказывание с элементами рассуждения, то это, Ян, сейчас, минуточку, сейчас переключу все, сейчас закончу мысли, переключу. Ни в коем случае, это у нас не письмо, не использовать сокращенные формы, don't, can't и так далее. Все пишем полными формами. Это у нас эссе, соответственно, не использовать скобки и восклицательные знаки. Очень важно при написании эссе не использовать слова и связки, характерные для... Вот как раз мне многие коллеги спрашивали, что значит разговорная речь. Пожалуйста, well, you know. Set expressions, которые у нас характерны для разговорной речи. И очень важный момент. Избегать простых предложений, а объединять их в наиболее сложные, используя важный момент, коллеги, логические средства связи, которые я много раз уже вам отсылала. Сегодня они будут продублированы к материалам эссе еще раз. Использовать формальную средство связи грамматически и формальному стилю свойственно употребление пассивных конструкций. Это очень важный момент, коллеги. Формальному стилю свойственно употребление пассивных конструкций и комплекс-объект. То есть не active voice, да, как раз почему мы говорим на лексику, а passive voice и комплекс-subъект. Очень важный момент. Ни в коем случае акции. В целом предложение с подлежащим you не запрещается. Можно использовать you. Можно использовать. Во вступлении при формулировке проблемы нельзя повторять тему. Можно. I would like. Ваша точка зрения. Сейчас у нас будет письмо. Мы с вами переключимся, слайд с письмом, где мы рассуждали. Я именно проверяла несколько эссей. Мы с вами посмотрим, попробуем посмотреть, насколько перефразировка была. Нельзя повторять тему. Я вам как сказала. Перефразировка, изменение двух, трех грамматических или лексических конструкций. Перефраз. Перефраз. Сейчас я посмотрю, они у нас, может быть, уже здесь есть презентация. Нет. Нет. Еще здесь нету у нас, к сожалению. Я просто думала, у нас уже есть в письме здесь сразу. Так, давайте с вами начнем с вступления. Начнем с вступления, как делать перефразу. Перефраз. Вы здесь видите разные структурические конструкции для перефраза. Можно использовать, и я наиболее часто, которые советую использовать. Our modern world is unthinkable, да, не представляем, without. Разные конструкции, которые здесь вы видите представлены. Посмотрите, пожалуйста, мне что из этого нравится. По-другому скажите, other consider that. Let's examine the problem from different points of view. Не let us, а лучше, коллеги, использовать I would like to consider, to examine different opinions of this problem. Ни в коем случае не надо использовать риторический вопрос. Не надо его использовать. Не надо использовать обращение к читателю напрямую. Мы с вами только отсюда смотрим первый пункт. Не надо использовать второй и третий. Идеальный вариант. I would like to consider different opinions on this problem. I would like to examine the problem from different points of view. Это более чем будет у нас, собственно, достаточно. Так, далее. Смотрите, здесь надо дальше понять, какую точку зрения, где у вас больше аргументов, за или против какой-то проблемы. Я постоянно про это говорю ученикам, про это сейчас я вам и говорю. Где у вас больше аргументов, то вы и пишите с вашей точки зрения. Потому что вам надо два развернутых аргумента дать во втором абзаце и контраргумент на то, что вы говорили в третьем абзаце. Да, не то, что ваша позиция, а где вы больше аргументов. Смотрите, так называемым можно сделать plan, mind plan, такой по полочкам, коротенький, short plan, да. Например, extreme sports, pros and cons, да. То есть вы за что? Вот вам говорят, чтобы построить свой характер, надо заниматься экстремальными, но условно. Да, build character, it is necessary to go in for extreme sports. Где больше аргументов, за или против? Смотрим, за. Give thrill and excitement. Help to evoke boredom of our daily routine. Отлично. Отличные аргументы. Вот набросать в начале, если у вас стоит какая-то проблема, которую вам сложно понять, где у вас больше плюсов и, соответственно, где больше минусов. И после того, как вы поймете, собственно, вы за что, за какую позицию, вы должны выбрать или за, или против. Если вы видите, как я здесь вам приобрела вот таблички, что больше за то, что надо заниматься экстремальными, да, видами спорта, extreme sports, соответственно, вы выберем два аргумента и один контраргумент за экстремальные виды спорта. Отличное сокращение. Здесь, кстати, это можно использовать pros and cons в эссе. Так, Светлана у нас пишет. Будет ли считаться за перефраз темы Education is the most important thing for teenagers? Education is considered to be the most important thing for teenagers. Не совсем, Светлана. Все-таки перефраз изменения грамматики. У вас здесь как таковая грамматика была изменена один раз. Две-три изменения грамматических или лексических конструкций. Три-четыре. То есть, Светлана, смотрите, очень важный момент, перефраз другими словами. Изменения трех-четырех, двух-трех грамматических. То есть, здесь как таковое было изменено, только у нас сложное, соответственно, подлежащее. И как такового, Светлана, перефраза, да, у нас была изменена грамматика, но один раз. По-другому сформулировать, другими словами используйте и грамматику перефраз, и лексику. Вот это будет в идеале. И я каждый раз, коллеги, еще раз, не только для вас, безусловно, для ваших учеников говорю, где вы больше потом сможете привести аргументов, там мы и высказываем свою позицию. Где больше аргументов, там мы и высказываем свою позицию. Так. Wearing school uniforms gold bag. Смотрите, плюсы и минусы. Вот я всегда ученикам, когда любая тема, когда они начинают писать, я говорю, сделайте, и я очень советую, коллеги, вам, сделать плюсы и минусы по отношению, например, отношению школьной формы. Сколько у нас плюсов, да, и сколько минусов. Что нам высказать в защиту своей позиции? Отличные, кстати, между прочим, аргументы здесь с вами, да, про education, by the way, так, в скобочках, у нас еще ни разу не был на экзамен, все его тоже ожидают. Help students focus on studies rather than on appearance and fashion. Helps avoiding competition over clothing. Gives a common identity to the school. Promote prominent behavior in the school environment. Not all kinds afford to keep with the latest fashion. There are other ways to express your individuality. Смотрите, то есть много плюсов относительно wearing, да, school uniform, и не так мало минусов. Вот набросайте буквально от трех до пяти слов относительно plus, wearing school uniform, и minus. То, что у вас больше, то мы и пишем в аргументах. Ничего страшного, Дарья. И у меня просьба, безусловно, не для вас, довести для ваших учеников. Логично, чтобы они высказали мнение свое, где у них больше плюсов. Почему? Потому что в третьей позиции, то есть в третьем аспекте, в третьем аспекте мнение других людей вам надо будет написать. Согласно, отличное дополнение, Юлия, все-таки лучше children. Там где-то кид стоит, лучше children. Безусловно, это более, так скажем, неформальный стиль. Правильно сказать лучше children. И хочу сказать о том, что в четвертом аспекте вам надо именно контраргумент относительно третьего. Потому что, когда мы сегодня с вами будем по баллам разбирать эссе, которые у меня коллеги представили. Дальше посмотрим с вами. Плюсы и минусы, да, mobile phones. В принципе, и то, и то много. Уметь так называемый сделать mind map, где я больше минусов или плюсов могу найти относительно употребления телефонов. И там, и там есть плюсы и минусы. Но мне надо потом еще в четвертом абзаце сделать контраргумент. Отлично, здесь я читаю, с моей точки зрения, первый, да, да, аргумент. Convenient. You don't miss important calls. You can always be reached. Отличный аргумент. Numerous functions. Talking and sending photos to friends, alarm clones, calculator and so on. То есть плюсы и минусы устройств. Я не думаю, что эта тема в этом году выйдет на, так скажем, на эссе, но ее разобрать тоже бы, почему бы и нет. Why not? Так, дальше я прошу, наверное, все-таки, да, здесь у нас устойчивые выражения, дальше смотрю, которых мы начинаем. Лучше я их покажу вам на презентации, вот именно так. Ну, набор устойчивых выражений, я всегда их делю на фразы, в которых мы вступаем. Так скажем, контр-аргумент, добавление и делаем итог. Отдельным файлом, коллеги, мы в конце презентации их вам представим. Отдельным файлом мы вам представим. Вот они как раз у нас заключенные, отдельные фразы. И давайте посмотрим, здесь у нас почему-то про письмо. Вот, типичные ошибки про C2. Потому что здесь еще встретился файл про C1, про письмо. Типичные ошибки C2. Я прошу пока модераторов подготовить, пожалуйста, файлы. В принципе, можно и сейчас уже их загрузить нам на обозрение, на экран. Те два письма, или одно, но там просто два файла, с девочки, как девочка записала у нас, написала, я бы так сказала, эссе, по определенной теме. А я с точки зрения эксперта, сейчас попытаюсь это объяснить, вы вместе со мной сегодня поработайте в качестве, в скочке зрения эксперта. Итак, модераторов прошу загрузить уже письмо, пока я сейчас комментирую о типичной ошибке C2. Итак, что при C2 чаще всего у нас происходит? Какие ошибки, да? Не получается, я бы так сказала, перефраз. Подмена одного жанра письменного высказывания другим. Не даются развернутая аргументация. Неумение сформулировать проблему, я уже про это говорила, так называемый перефраз. Неправильное деление текста на абзацы. Уже много раз говорила, что у нас всего 5 абзацев, и все равно, тем не менее, не получается поделить на стандартные 5 абзацев. Нестандартные или неумение использования средств логической связи. Тем не менее, большие делаются ошибки в лексике, и я бы сказала, орфографии не столь много в лексике и в грамматике. И объем, тем не менее, не до конца соблюдается, 200-250 слов, недобор. В основном у нас происходит недобор. Так, у нас мне теперь очень нужно письмо, да, письмо, которое у нас девушка присылала для того, чтобы оценить с точки зрения эксперта на... Спасибо большое. Итак, вот у нас письмо. Я высылаю, коллеги. Смотрим с вами. Я надеюсь, всем видно. В принципе, почерк более-менее понятно. Спасибо, Анни, да, коллеги у нас из Новосибирска. Я озвучу, кто нас прислал это письмо. И проблема такая. Everybody who knows foreign language can be an interpreter. То есть может быть переводчиком. Любой, кто знает язык. Коллеги, даем вам... Я вам сказала, что вы с точки зрения сейчас эксперт. Вы не думайте, что каждое занятие у нас сегодня больше практику. Нам надо с вами... Посмотрите, выполнен ли по первому аспекту перефраз. Выполнен ли по первому аспекту у нас перефраз. Даем вам всем две минуты. Читаем внимательно. Всем добрый вечер. Присоединяйтесь. Everybody who knows language или everybody... Сейчас точно вам скажу тему. Everybody who is advanced in English, who knows English at the level of higher. То есть тема такая. Каждый, кто знает английский на высоком уровне, может работать переводчиком. Вот начинают поступать некоторые уже первые комментарии. Давайте с вами разберемся, потому что мы не до конца поняли первое, почему не было перефраза. А в чем, собственно, проблема, да? Мы ицоким проработаем, но самое главное, это еще ученикам довести. Как можно сказать? Our modern world is unthinkable without the knowledge of English. Да? Без знаний языков. И дальше можно сказать, соответственно, не сразу however, а не надо здесь сразу в первом ставить however. Анна, смотрите, I would like, we would like, то есть можно, it's ok. Но не в этом самое главное, где сказать, да? Some people consider that if you know English at the advanced level, you can work as an interpreter, да? Interpreter. Ты можешь работать. Другие уже думают по-другому. То есть здесь пропущена ключевая фраза, что если ты знаешь английский на высоком уровне, по-другому сформулируйте эту фразу, да? И вот дальше, не с красной, а с большой буквы, отлично, отлично, Екатерина Юрьевна, отлично. However, there are plenty of people who doubt the necessity of special education. Interpreter. Thank you. Другие сомневаются в специальном образовании. То есть нету столкновения двух проблем. Одни считают так, другие так. Отлично. То есть у нас одни так считают, другие считают так. Мы бы хотели разобрать разные точки зрения на эту проблему. Можно и I would like, it's ok, we would like to consider different opinions on this topic. Вот это хорошая фраза, I would like to consider different opinions on this problem. Всегда мы езовершаем. То есть еще раз напоминаю, две, три или грамматических, или лексических конструкций, да? Которые мы должны разобрать. Далее, очень важный момент. Ваша точка зрения с двумя аргументами. Можно два, три. Фраза, и далее мы пишем, как бы, да, у нас аргументы в защиту своей позиции. Смотрим, можем ли мы здесь. Перефраз я поставила плюс-минус при оценке, потому что, как такового, не было плюс-минус. Все правильно, обязательно. Обязательно столкновение. Татьяна, обязательно. Я просто еще раз говорю. В первом абзаце обязательно столкновение двух позиций. Обязательно. Вы должны показать. Одни люди считают так, другие уверены по-другому. Давайте рассмотрим разные точки зрения на эту проблему. В втором абзаце прочитает каждый про себя. У нас на экране есть. И мы посмотрим с вами, есть ли два аргумента в защиту позиции, да, что interpreter у нас, соответственно, не может каждый, кто знает язык, работать переводчиком. То есть у нас девочка приведет, приводит пример. From my point of view, it is impossible to be highly qualified interpreter for people. Сразу, Ирин, вот сразу. Она пишет сразу, не мыслям. Столкновение сразу двух позиций. Одни считают, обязательно привести точку зрения, Ирина, еще сказать для вас, одних людей и других, одни считают так, вот она сделала фразу, как бы как set expression ее можно заучить, что наш мир не мыслим без кого-то, переводчиков, пловцов, посещения иностранных стран, без защиты окружающей среды. Одни лишь люди считают так-то. Ирин, раньше это приветствовалось дальше по поводу advantages, disadvantages. Сейчас более приветствуется, да, именно конструкция. I would like to consider different opinions on this problem. Это было так раньше, сейчас просят это убрать. А, кстати, неплохая лексика, посмотрите, пожалуйста, у девочки, да, хоть у нас не идеальное письмо, но как бы я в целом в конце скажу, сколько у нас баллов. Я поставила за перефраз плюс-минус. Итак, с моей точки зрения, a major benefit is that in, соответственно, у нас, все смотрят у нас, да, interpreter. Далее у нас фраза. Another convinced benefit, то есть первый приводится и второй аргумент. Далее другой убеждающий аргумент. Смотрим. Согласна, Маргарит. Я бы немножко по-другому тоже написала, но тем не менее. То есть смотрим с вами, да, преимущество переводчика, что это не только сложная профессия, но это и комплекс как бы каждой наук, да, как бы каких-то комплекс наук. Следовательно, необходимо специальное образование для людей, которые видят себя как переводчики. Другой у нас аргумент, что современный мир считает, что много есть стилей перевода. Вот в чем причина, что люди в свободных языках не всегда работают, готовят, печатают. То есть есть стили перевода и так далее. Но как вам сказать, вот прям чтобы вот плюс-плюс, вот как бы здесь поставить, то есть если она говорит о том, что необходимо специальное образование. Тот, кто свободен, who is fluent in English, can work. То есть тема такая. Everybody who is fluent in English can work as interpreter. Может работать переводчиком. Не сказать, что здесь максимально она открыта. То есть во втором. Да вроде бы два есть аргумента, хотя я поставила плюс за этот абзац. То есть здесь можно придраться, но в принципе и неплохая лексика, кстати, обратите внимание на лексику, да, там есть небольшие грэма ошибки, небольшие лексические, но в принципе все достойно с вами, коллеги. Давайте с вами перейдем к аргументу против, то есть, соответственно, мнение других людей. Я думаю, больше будет на этом слайде видно. Продолжение следует... Сейчас, Екатерина, подведем с вами итог. Продолжение следует... То есть здесь какой контраргумент дается, коллеги, как вы считаете? Хороший... Для меня... Я поставила минус как таковой по четкого аргумента, что только может работать не на формальных. У меня поэтому было аргументами, когда с педагогом, который готовил ученика, как такового, совершенно верно, вы отлично сказали. То есть здесь перефраз foreign languages, other languages, то есть используйте другие. Постоянно foreign languages не надо, но лексика достойная. Но как такового за это минус. И как следствие, обратите внимание сразу на четвертый перефраз, то есть если уж она говорит на неформальных встречах, то так она говорила, ну даже это не, допустим, не хорошо оплачиваемая работа. То есть вот контраргумент, посмотрите, что она пишет в четвертом абзаце. Ну, во-первых, здесь грамматика, там I am afraid, I cannot agree with the above-measure idea. If one wants to be an interpreter, they should acquire substantial experience in this field. Temperance and pensions are also important in working with people. Важны. У нас является ли это? То есть если мы даже сказали бы про неформальные встречи. Например, но если даже вы работаете, но не в формальных встречах, это не может быть оцениваться как well paid. Здесь нету контраргумента к тому, что было сказано в третьем абзаце. То есть как таковой у меня минус пошел в третьем абзаце и в четвертом. Считайте, прочитайте, пожалуйста, четвертый. И как бы нам надо было написать с вами четвертый, чтобы это было, если даже она про неформальные встречи, но нельзя назвать каждого, который работает на неформальных встречах, как переводчика. Согласны, да? То есть нельзя назвать человека, который работает на неформальных встречах, как переводчика. То есть здесь именно надо контраргумент сделать тому, то, что было сказано в предыдущем абзаце. Здесь дается еще один экстра в пользу тому, что надо специальное образование, но никак противопоставление тому, что было в третьем абзаце. Согласны? Смотрите, ничего страшного, Ирин. Если у нас Fluent повторяется, и вы понимаете, что по-другому как бы говорить про бегло, про языках, но и мы видим, что у нас есть другие синонимы, синонимические конструкции, и так называемые set expression баллы снимать не будут. То есть вы показываете с помощью других оборотов, как совершенствоваться, преуспечь и так далее, другими оборотами, то баллы сниматься не будут. У нас, вы, коллеги, согласны, что в четвертом у нас нету контраргумента на третий абзац. Я специально вам показать хочу той сцени идеальной. Так, еще раз. Отлично, коллеги, кто пишет. Анастасия, еще раз на вашем. Просто надо привести аргумент. Однако некоторые люди, Допустим, если они знают язык на высоком уровне, они могут переводить, ну пускай будут даже пройти informal meetings. Пускай будут даже пройти informal meetings. Однако ты не можешь себя назвать профессиональным интерпретом. Nobody can call himself or herself as a professional interpreter if you work only at informal meetings. То есть нельзя себя назвать. Более того, these meetings, эти встречи, these meetings, these kinds of jobs are badly paid. Да, они плохо оплачиваемы. То есть приведите аргумент еще раз. В третьем вы даете мнение других людей. В четвертом опровергаете то, что вы сказали как бы в плюсе, в третьем. Однозначный минус. Здесь вот именно мы с коллегой только на той неделе говорили. Уже во втором варианте. Гораздо все в лучшем. Да, мы сейчас только не программы, Татьяна. Да, там есть небольшие ошибочки. Но мы сейчас говорим именно про структуру. РКЗ. Решение коммуникативной задачи. Заключение давайте посчитаем. Мы сейчас только оцениваем РКЗ. Сейчас будем другие аспекты оценивать. Сейчас пока оцениваем РКЗ. Нет, Ирин, так нельзя. Надо обязательно высказать свою точку позиции. Вот девочка здесь абсолютно верно делает. Обязательно в последнем абзаце надо высказать свою позицию. Вот так можно было закончить раньше. Сейчас надо обязательно свою позицию высказать. То есть вы делаете заключение с подтверждением своей позиции. А после можно, Ирин. Все, я просто вас не так поняла. После того, как высказали свою позицию, тогда it's okay. Так, ну что, заключение, друзья мои, есть у нас? Так, давайте, ну, сейчас напишут у меня основные коллеги. То есть за РКЗ. Максимальное, да, мы возьмем сейчас РКЗ. Напоминаю всем у нас по поводу РКЗ. Максимальное количество баллов. Кто мне напомнит? Решение коммуникативной задачи. Так, смотрите, перефразы, как такового, нету. Два вроде бы плюса у нас есть. Как такового минуса у нас есть, но он такой слабенький плюс-минус. Сто процентов четвертого у нас нету. Заключение, как коллеги, я так поняла, молчание все-таки у нас есть заключение. Поэтому при вот таком раскладе все-таки это, коллеги, один или два балла РКЗ. Один балл. Вот мы также с учительницей, кто у нас девочка писала, то есть максимальное количество баллов за это, это один балл. То есть как таковые плюсы-минусы, вот это вот сыграет не в лучшую сторону, молодцы, умеете, все хорошо. В принципе, если мы говорим с вами про дальше логичность, второй критерий у нас как называется с вами, то есть РКЗ и дальше логика, то есть текст, как у нас построен, как у нас построен, соблюдены ли связки, есть ли у нас логичность текста. Здесь максимальное количество баллов, три балла, все в принципе логично, все связано, логичность связок много, три балла. Вот дальше меня интересует, давайте с вами по лексике пройдемся, по лексике. Организация текста идеальна. И организация, да. Все правильно, здесь все отлично, коллеги, отлично. Вот меня дальше интересует лексика. Давайте лексика. Ну, есть определенные, у меня тоже некоторые там как бы выражения, но так скажем, если совсем уж придираться, я все-таки... Что у нас сейчас напишите, давайте посмотрим. Ну, немножечко есть, там как бы, да, напишут. Согласна. Лексика очень неплохо, и я вот честно как бы скажу, когда я проверяла это эссе, поставила три балла. То есть если даже есть какие-то небольшие, один-два, да, лексические недочеты, и цокей, как правильно сейчас у нас Анна пишет, спасибо, Анна Яржова, и цокей. То есть, соответственно, три балла. Вот грэма, грэма, есть, безусловно, грэма. Что мы скажем здесь, грэма? Грэма. Я лексику три балла, и, безусловно, как бы это было правомерное бы три балла. Грамматику что мы поставим здесь? Грамматику. Да, спеллинговый и цокей, но это у нас будет по рофографии, чисто по грэму, если мы говорим. Ну, I am afraid, понятно. Прямо один балл, так жестко, два балла убрали. Но все-таки нет, смотрите, коллеги, здесь как бы не настолько все плохо, да, здесь есть ошибки, да, но по количеству баллов, абсолютно верно, у нас Светлана, Анна, да, Марина, отлично, то есть по количеству ошибок, безусловно, два балла. И один балл, отлично, отлично у нас Ирина, спасибо, Екатерин, два балла, безусловно. Спеллин, орфография и орфография, и у нас пунктуация, да, орфография, пунктуация, то есть последний критерий, там тоже у нас есть небольшие ошибочки. Ну, они, так скажем, что прям совсем, да, я вижу, один, безусловно, то есть смотрите, у нас получается РКЗ один балл, да, дальше, организация текста, в принципе, все хорошо, три балла, итого четыре, лексика у нас, соответственно, два балла, итого шесть баллов, дальше лексика, грамматика у нас два балла, итого восемь, девять, но в лучшем случае девять-десять баллов у нас, да, у меня кто-то спрашивал вначале, Ата Александровна, за эссе в целом, вот такой вот, хотя вы видите, ну, честно, скажем, откровенно, я считаю, достаточно неплохой, не самый худший, то есть его, безусловно, засчитают, его посмотрят, это эссе, да, потому что здесь есть неплохой, в принципе, проблема, неплохо, неплохо, абсолютно согласна, можно что-ли еще подправить, но в целом относительно некоторых, как они делают, да, по лексике, приятно, что такие обороты используются и такие слова используются, не каждый у нас, так скажем, может сделать даже это, да. Так, коллеги, что у нас подходит к итогу у нас час нашего сегодняшней встречи, я еще раз скину вам письмо, не письмо, мы говорим с вами про эссе, идеальное эссе, далее, что собой именно представляет четвертый пункт, как правильно делать именно контраргумент четвертый, самый сложный, далее, лексические обороты, которые нам в презентации для экспертов давались для ведения своего мнения, для контраргументов, для того, чтобы делать так называемый перифраз, какие конструкции, то есть все пять пунктов, дополнение своего мнения, и так, свое мнение, мнение других людей, далее, контраргументы, заключения, все вот эти вот лексические конструкции я, соответственно, сделаю. И вам скину тоже в бонусах, потому что, я думаю, уже модераторы могут кнопочки тоже вывести у нас. По объему, Ирин, смотрите, Анна, по аудированию у нас кое-что было, но я такую большую не делала лекцию, Анна, как работать? Я делала первое-второе задание, мне уже, честно говоря, не помню, ОГЭ это было или ЕГЭ, а первое и пятое, Ирин, хороший вопрос, первое, 3-4 предложения, 2-3, Ирина, 2-3 предложения, заключения должны быть, 2-3 предложения должны быть заключением. Далее, коллеги, идеальное эссе скину вам, их уже не одно, причем, а несколько идеальных эссе, которые 14 из 14 получают, не просто так, это откуда-то я взяла эти материалы, да, материалы, а ребята, которые делали 14 из 14, прямо вот готовые материалы из 14 из 14. Водные конструкции еще раз, да, из чего их водить. Далее, самые популярные темы на эссе, я еще раз напомню, коллеги, 2020 год, ожидают эдюкейшн, я еще раз говорю, да, почему я сделала акцент на это, эдюкейшн, эдюкейшн ожидают в этом году, что-то ожидают в крае, вы прекрасно знаете, что теперь можно выбрать между краем и что-то, то есть это будет порядка 10 тем различных, эдюкейшн, краем, инвайомент, говорю, Анастасия, водные конструкции, далее, несколько эссе идеальных, из 14, 2019 год, далее, темы, которые вероятнее всего выйдут, 2020, чтобы их прописать, и мы на следующей неделе начинаем с вами, продолжаем, вернее даже не начинаем, а подготовку к ЕГЭ, это у нас лексические обороты, лексические конструкции, сет экспрессионной, продолжаем, по учебнику к Макмиллан, с более широкой, с более широкой, так скажем, интерпретацией, с широким расшифрованием слов, потому что очень скудно представлены они, ну, очень скудно, и мы начнем со следующей недели, с вами продолжение, того, что мы с вами делаем, отлично, Ирина, спасибо, Distant Learning, очень много говорили, но про обучение, скорее всего, такая тема и будет, то есть, вариации тем, да, и список, кстати, молодцы, Ирина, напомним ли мне, нам очень рекомендовали дать, доп. лексики по теме Education, и так, еще разочек, коллеги, темы 2020, которые ожидаются, все вводные конструкции, все вводные конструкции, идеально эссе, и доп. лексика по теме Education, отлично, Ирина, отлично, просто, так, коллеги, скачиваем сертификат, приобретаем материалы, на следующей неделе мы продолжаем с вами участие в лексике на ЕГЭ, не именно так, Анна, но мы не можем, как бы сказать, что именно они запланируют, на следующей неделе мне хочется с вами поделиться, потому что разные конкурсы, как лучший учитель предметник, как свой видеоролик составить и так далее, я постараюсь вам на следующей неделе еще представить, причем как бы это готово, уже 15-ти минутный урок по теме времена года, правда, начальной класса, и видеоролик, как умела представить себя. Жан-Владимир Док, что озвучила еще раз, идеальное эссе, темы 2020, лексика по теме education, вводные конструкции, можно, сейчас покажу вам, я говорила, что наш мир не мыслим, реальные эссе, которые дети в прошлом году получили, 14 баллов, коллеги, на этом с вами заканчиваю нашу сегодняшнюю встречу, был вопрос у нас по стоимости, стоимость адекватная тому, что у нас сейчас творится в собственной стране, это 99 рублей, да, материалы у нас 99 рублей стоят, к сегодняшнему вебинару по эссе, я думаю, это будет ценный материал, тем более к тому, что мы практикум с вами сегодня сделали, так, коллеги, значит, с вами работаем по лексике на следующей неделе, как умело представить себя, мы с вами закончили по эссе, умело презентовать себя на разные конкурсы, отлично, отлично, Марин, отлично, Жанна, отлично, как умело представить себя, не бойтесь участвовать в конкурсах, это не так страшно, да, как, скажем, участие, я покажу вам свою, собственно, именно свою презентацию, как я это готовила, ролик на 2-3 минуты на следующей неделе, причем он уже готов, и фрагмент урока, да, фрагмент урока, что с вами представляет, потому что очень часто вопросы присутствуют, я хочу участвовать в педагог года и так далее, вот, пожалуйста, как нам это сделать так, чтобы победить, да, вам нужны все эти награды тоже, потому что они участвуют и большую роль играют, собственно, у нас в различных конкурсах, соответственно, мы работаем с вами, а я, как всегда, вам желаю, еще раз, материалы 99 рублей к эссе, лучшее все, что есть эссе на 14 баллов я приложу, темы эссе приложу, водные конструкции сделаю, по эдюкейшн лексику доп дам, я желаю еще немного, еще чуть-чуть из этой серии, да, хорошо вам закончить 2019, соответственно, 20 учебный год, берегите себя и двоих своих близких, до новых встреч! и до новых встреч! и до новых встреч! Спасибо. 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 Спасибо.